Я сейчас что вам объясняю? Как вы думаете? Я вам объясняю атмосферу, в которой человек в семейной жизни должен жить, которую он должен создать. Это атмосфера легких, добрых отношений, в которых правила стоят на пятом месте, а любовь на первом. Вот допустим, муж выпивает. Какую надо атмосферу создать, а просто вас тошнит от этого? Какую атмосферу надо создать, чтобы он не выпивал? Вот если вы переварите это все в своей жизни, и это выпивание на пятом месте для вас стоит, а вы как бы его любите, хорошо к нему относитесь, как бы это на первом месте стоит, то он сам захочет бросить. Понимаете? То есть, если вы создаете легкую атмосферу любви, заботы, счастья, вот допустим, вы входите в какую-то, ну допустим, вам пригласили в гости, да? Вот смотрите, давайте внимательно изучать, смотрите, тему, погружаемся. Вас пригласили в гости, вы заходите в какую-то семью, муж, жена. Допустим, и у них очень честное и серьезное отношение. Вы заходите, жена говорит, принеси, пожалуйста, гостям угощение. И муж, допустим, такой пошел, и она говорит, слушай, можешь быстрее? То есть, беги, неси. Она серьезно с ним разговаривает. Он бежит, допустим, споткнулся, все, полетело. Она говорит, ну ты что? Как ты мог вообще? Это я готовил два часа. Вам понравится вообще вот в такой семье обстановки быть в гостях? Нет. А это и есть серьезное отношение. То, чем вы занимаетесь каждый день. Из-за этого скандалы все, из-за этих серьезных отношений. Теперь второй вариант. Вы приходите. И они играют в отношениях друг с другом. Она говорит, пожалуйста, быстрее, бегом, принеси угощение. И он такой, я бегу. А сам идет. И она говорит, а ты быстрее можешь бежать? Она шутит с ним. Он говорит, ну если только немного. Я уже на полной скорости. И такой, ну и побежал, потому что она хочет. И назад бежит, такой спотыкается и все там. И все, что она готовила там целый день, все разлетелось, короче. И она такая, видите, как мы разыграли вас? Ну гостям говорит. На самом деле мы хотели сегодня с вами просто пообщаться и попить чай. И такая все накрывает, как бы, игра. Ну то есть она вообще серьезно не восприняла, что произошло. Потому что игра идет, понимаете. Она, конечно, внутри все серьезно восприняла. Но так как она в этот стиль поверила, она знает, что он лучше, чем там убиваться перед тем, что произошло. И муж потом, понимаете, он будет очень счастлив в этом во всем. Он начнет все с пола собирать в тарелке опять. Принесет, поставит. У нас пол очень чистый, можно есть. И все тоже будут угорать потом. Ну то есть, короче, понимаете, эта игра, она гораздо лучше. И это доброе, это и есть доброе отношение в семье. Понимаете, вот этот вот фильм, Кот Матроскин, допустим, там, дядя Федор. Вот эта игра вся в отношения. Это очень круто. Это очень правильно и круто сделано, понимаете. Игра в отношения. Вот. Ну то есть, если вы хотите воспитывать близкого человека, создайте легкую атмосферу. Легкую атмосферу. Или, допустим, жена решила уйти, допустим. Замечательно. Играйте в отношения. Она решила уйти. Она говорит, я там, все, снимай мне другую квартиру. Он говорит, хорошо, я хорошо, будем искать. И цветы ей носит. Она приходит, говорит, когда ты найдешь другую квартиру? Ну мне комнату. Когда найдешь? И вы говорите, моя дорогая, пока что-то не нашел. Она говорит, ты что, вообще, ты что, издеваешься? Ты вообще не хочешь найти комнату? Я точно знаю, ты не хочешь найти комнату. Надо на колени встать, говорит, сказать, хочу. Обязательно найду. И говорит, есть любовь, и по-доброму. И улыбаться чуть-чуть хитренько. И сразу обстановка будет уничтожена плохая. Она такая, делает вид, что она как бы, на самом деле, так как вы создали атмосферу игры, доброты. Игра означает доброта. То сразу же, в этот момент, она начнет оттаивать. Потому что вот этот жесть, накал, вот все серьезно, все. Это и разрушает любовь. А если накала нет, вы как бы, да, я обязательно найду, обязательно. Сами улыбаетесь, хитрый глаз, взгляд такой лукавый. Вот. И она подумает, а он не находит, потому что он меня любит. Все. У ней сразу это в сердце как бы придется. А если вы такой серьезный, ты что, мне не веришь? Хорошо. Найти квартиру, хорошо. Пошел искать из принципа. Пусть уматывает все из принципа. Нет любви. Это не деловые отношения, понимаете? Это отношения, в которых, ну, как бы, правила выше отношений стоят. Ну, то есть, нужна всегда шутка в отношении. Допустим, когда у меня жена развешивает белье, ей не нравится, когда кто-то подходит к белью. А я всегда как обучаю жену, то есть, я замечаю, что ей вот не нравится. И в какой-то момент я постирал, допустим, развешиваю, она заходит в комнату, я такой раз. Она говорит, что такое? Я говорю, ну, ты, пожалуйста, близко не подходи. Она просто падает с осмотой сразу. Потому что у меня-то нет этого, как бы, этой идеи. А я просто ее показываю. И она тут же падает, потому что это игра. Вот это вот, ну, я с любовью ей показал то, что я сам чувствую. Понимаете, в этот момент она, ну, ей смешно становится, она начинает смеяться. Потому что я показываю ее собственный характер. Ну, показываю по-доброму, я такой, стеснительно такой говорю. Ты, ну, пожалуйста, как бы это, дальше не идти. Она говорит, а что ты, что дальше не идти? Она вообще не понимает, в чем делать. А я ее просто разыгрываю. И потом она начинает смеяться громко. Потому что, ну, я показываю ее, ее, как бы, характер. Так, а если бы я сказал, что это мне не ходить, там, белье. Ну, серьезно, как бы, начинаю воспринимать. Что, я задену за твое белье, что ли? И начинает скандал сразу. Или, допустим, вот второй вариант, допустим. Она развешивает белье, я прохожу мимо. Она боится, ну, понимаете, я же мужчина. Я, как бы, вижу цель, не вижу препятствий. Могу задеть это, подвинуться это все. Она же развешивает так, чтобы все гладить даже не надо было. Чтобы все было идеально, понимаете. И, как бы, и она говорит, близко не подходи. Я такой раз, вот так вот. И начинаю на цыпочках идти такой. Не то, чтобы я это делаю, как бы, придразниваю кого-то. Просто я стараюсь идти на цыпочках. Это игра или серьезное поведение? Это игра, но это серьезная игра. Это игра в любовь, понимаете. Это серьезная игра, в которой человек становится счастливым. Если бы я серьезно пошел на цыпочках, ей бы не понравилось. А если я вот, ну, как бы, играю с ней на цыпочках, тогда ей смешно, она радуется. Потому что в любовь любить надо друг друга в шутку, понимаете. Если она ко мне подошла, говорит, ты меня любишь, допустим. Я толком не знаю, люблю я, не люблю. Я подхожу, такой говорю. Очень. Ей очень нравится. И потом, когда я так сказал, в следующий раз я любю уже больше. Понимаете. Потому что она чувствует счастье от таких отношений. Если вы хотите что-то создать в своей семье, создайте сначала это. Поймите природу отношений. Природа легкое очень отношение семейное. А чтобы она была легкая, нужно учиться все серьезное в семье. Делать простым и веселым. Жизнерадостным. Понимаете. А все, что серьезное становится, надо от этого уходить. Вот, допустим, серьезная ситуация возникла, как раз ее замяли сразу. А потом по-доброму решаете. Понимаете или нет. Этому надо учиться, это серьезная вещь. И воспитание в семье всегда происходит вот через этот принцип. Принцип легкого, мягкого стиля в отношении. Ну, допустим, как совесть должна сработать. Допустим, муж пришел, напился, как свинья такой. Там жена открывает. Вот. И как она неправильно себя вести, она открывает. Ну, ты свинья. И пошла, раз, закрылась, ну, как бы не разговаривает с ним. Вот. Допустим, она решила, что он свинья. Вот, правда, не ожидала. То есть, напился, ну, вообще весь грязный, допустим. Ну, свинья и свинья. Допустим. Дальше, если стиль отработан, легкий, она такая, встала демонстративно там. Это поза вот эта, как называется. Чай, чай. Сахарницы, да, вот это. Потому что у женщины вот эта вот, ну, как бы тыльная часть руки, вот это, соединяясь, оно дает очень большую силу. Выяснение отношений, такая, опа. С бедром, потому что в бедрах сила у женщины. Она такая. Так. Вот. И она такая демонстративно встала, такая. Ну, заходи, пьянчуга. И такая хитрая улыбка. Она разгневана, конечно, но она, ну, как бы она гневается в игре. И так как она гневается в игре, естественно, у него есть возможность оправдания, правильного поведения. Понимаете? Она ему оставляет шанс. Она ему такая встает. Ну, захочи, пьянчуга. Нажрался. И улыбается такая ему стоит. Вроде бы, как бы, ситуация очень тяжелая. И он такой заходит. И у него есть шанс. Он говорит, моя дорогая, прости. Там, братишки, сестренки, там, друзья. И ей тоже легче, потому что она видит, что он, как бы, искренне раскаивается, сожалеет. Понимаете? Она, если выбирает стиль сразу, как бы, войны. Ах ты, гад, ты за что там? И все. То есть, сразу воевать с ним. То он, ну, он же пьяный, вообще ничего не соображает. Может даже прибить. Это очень опасно. А если она в шутку, полу в шутку, как бы, и он чувствует, что она любит его все равно. И он так обнимается к ней. Она ему руки такой. Ну-ка, не трогай меня. Алкоголик проклятый. Ну, она в шутку, как бы, такая отбивается. Алкоголик проклятый, иди спать. И все. И пошла. Потом отдышалась, как бы, помолилась, пришла в себя. Но в отношениях вела себя, как в игре. И тогда он придет раскаиваться, он потом, ну, поймет, что он не прав. Потому что, когда, ну, энергия любви движется в отношениях, человек всегда работает совесть. Понимаете? Вот, допустим, вы сказали мужу, там, он какую-то ошибку совершил в жизни. И вы, ну, допустим, даже вот, пусть даже, ну, вообще уже там беспредел. То есть, он такой приходит, говорит, у меня любовница, там, допустим, да? И вы подошли к нему и гладите ему, так, как бы, его по голове говорите. Мой хороший, любовница, замечательно. До чего мы докатились? Такой, гладит его по-доброму. До чего мы докатились? Любовницу завели. Отлично. Может, мне тоже завести? Как ты считаешь? Понимаете? То есть, она как с ним разговаривает? Как в игре, да? И это очень сильно его пробьет. Но если она говорит, да, значит, у меня тоже будет любовник. Это его пробьет? Нет. Это война, то есть, ну, хорошо, ну, и заводи, и что, и пошел. Что-то ты доказала, ничего не доказала. Смогла помочь ему? Нет. Себе смогла помочь? Нет. Все. Это называется непонимание стилей. Конечно, этот стиль очень сложный, потому что он труднодостижимый. Для того, чтобы во что-то играть, для этого нужно иметь хорошее настроение, как минимум. Если у тебя настроения нет, сил нет, то ты неигроспособный человек. Понимаете? Это отношения любви. Они очень сложные. Но вот в этой атмосферке, потому что человек ничего не боится. Запомните, запомните, самая главная причина, почему близкий человек не воспитывается, это страх. Вот у мужчины, допустим, страх всегда есть, что его чувство собственного достоинства, его достойное поведение, положение, как мужчины, будет попрано каким-то событием, поступком. Мужчина страшно этого боится, это его зона очень большой опасности. Понимаете? То есть он боится, что его почувствуют недостойным человеком. И когда, допустим, жена почувствовала мужа недостойным человеком, и он это увидел, он уже дальше не хочет с ней жить. Он понял, что я, как бы, уже все потерял в жизни, дальше надо искать другую, все, как бы, начинать все заново, потому что, ну, мое достоинство в ее глазах попрано. Ну, в какой-то, какой-то ситуации. Для него это страшная, как бы, вообще вещь. Я недавно консультировал одну семейную пару, и жена зарабатывает больше, и вот он, допустим, хочет ее свозить куда-то на курорт на свои деньги. А, ну, своих денег не хватает, потому что она зарабатывает больше. И для него это катастрофа, что он ее везет на курорт, он же ей дарит поездку, вот эту на курорт, а при этом получается, что на ее деньги. Понимаете? И причина этой катастрофы заключается в том, что вот он, как бы, считает, что главное достоинство у мужчины, это вот именно способность... Вот так вот защищать жену именно в финансовых вопросах, быть таким, как бы, финансовой силой для нее, дающей возможность ей жить. И, как бы, ну, но это на самом деле, если разобраться, это есть. Женщинам нравится, когда их куда-то возят на свои деньги, там, и так далее, это есть. Но если разобраться, является ли это ключевым каким-то моментом... Вот смотрите, смотрите, никуда не уходить сейчас, вот смотрите. Моя хорошая, добрая... Вот тут, ну, цветочек... Спасибо. Спасибо. Я девушку не знаю, но я так себя с ней повел. А вы счастливы или нет? Скажите. Вот. Да, я уже забыл. Я всех забываю постоянно. А, вот все, теперь вспомнил. Она села на место. Хорошо. Понимаете, идея в чем заключается? В том, что... Ну, вы просите, что я сейчас раскрываю наши секреты от наших отношений. Вот. Дело в том, что... Когда человек что-то говорит в отношениях, он говорит о том, что должно быть. И это точно будет. Понимаете? В отношениях в семье и вообще в отношениях между старшими и младшими всегда нужно делать и говорить то, что ты хочешь иметь, а не то, что ты имеешь. И вот эта вера, она потом создает то, что ты хочешь, то, что должно быть. Понимаете? Вот эта вера. Если говорить о любви, о глубокой любви в семейной жизни или в отношениях даже старшего и младшего, глубокая любовь тоже нужна. Этой глубокой любви нужно достигать постепенно. Понимаете? Не то, что вот, Олег Геннадьевич, вы меня любите. Я хочу этой любви. Старшего и младшего. Я хочу этой любви. Она обязательно будет, эта любовь. Поэтому я говорю, я вас люблю. Эти слова означают, что эта любовь, несомненно, станет очень глубокой со временем. Понимаете? То есть так надо себя вести смело, так же в отношениях между мужем и женой. Не надо ничего бояться, потому что любовь всегда возникает в этих отношениях. И всегда возникает только глубокая. Не надо думать, что или она появилась и будет, или ее никогда не будет. Как люди так обычно думают. Это бред полностью, полный так мыслить. Ты должен знать, что если ты веришь в любовь в целом, ты можешь ее сделать глубокой со своим мужем, со своей женой, по-любому. По-любому. И поэтому надо сразу же активно входить в эту позицию внутреннюю. Мой дорогой муж. Это разумность жены, допустим, женщины. Он, допустим, напился вчера, а вы, сегодня он просыпается, и вы его поднимаете и говорите, мой дорогой муж, и обнимаете его. Вы это с позиции не того, что он сделал, а с позиции того, какие отношения вы хотите иметь. Это называется игра. Потому что он никакой не дорогой. Он напился, мне неприятно, и не хочу вообще жить с этим человеком. Но вы продолжаете игру в любовь. Вы подходите и говорите, мой дорогой муж, любимый. Мы поцеловали его с утра. И он, когда подходит к вам дальше, а вы говорите ему, ты знаешь, сегодня я с тобой разговаривать не буду. Он говорит, почему? А вы говорите, не знаю. Наверное, я слишком глупая для того, чтобы разговаривать с тобой. То есть вы не говорите конкретно, там, война не началась, ты пьяница, поэтому не буду. А просто сам догадайся сам. Это любовь. Не знаю, почему. Ну, наверное, ты слишком разумный для меня. Улыбаетесь у меня. Понимаете, и у него в сердце появляется совесть сразу. Так как энергия любви идет, она передает то, что есть на самом деле. И он чувствует, что он теряет хорошего человека. А в чем хорошесть этого человека? А в том, что несмотря на то, что нажрался, как свинья, она меня обняла с утра, она как бы не говорит о том, что я пьяница, не унижает мое мужское достоинство. Но при этом со мной не разговаривает. Наказывает меня. Разве такую жену мужчина не будет любить? Поэтому в древней культуре сначала людей обучали стилю. Вот есть разные стили. Например, вот, допустим, вы, допустим, находитеся, вот мы, допустим, там общаемся друг с другом. Люди у меня спрашивают советов. Стоит, допустим, группа людей. У меня люди спрашивают советов. Я, допустим, общаюсь с людьми. И кто-то, допустим, из вас говорит мне. Что, Олег Геннадьевич, проголодались? Или еще что-то такое, как бы, назидательно-саркастическое. Понимаете, это разрушает тот стиль, который был создан в отношении. И это означает, что человек не ориентируется в понимании отношений. Он, может быть, ориентируется во мне и сказал правду. Вот как я, ну, что я вот такой. Допустим, я что-то неправильно сказал. Ну, что, Олег Геннадьевич, ошиблись? Вот. Понимаете? То есть, и, ну, допустим, человек так сказал. Я не против этих слов. Но с ним я уже не смогу быть старшим. Потому что он не принимает стиль отношений. Понимаете, о чем я говорю? Есть стиль равные отношения. Допустим, муж с женой равные отношения. Муж не старший в отношении. Равные отношения. Но жена сама принимает старшинство мужа для того, чтобы ему было комфортно в отношениях. Потому что мужчина хочет быть, чтобы его показаться ответственным. Он хочет, чтобы его видели серьезным, ответственным, разумным, способным победить судьбу. Он хочет, чтобы его таким видели. И жена должна так с ним себя вести. И это игра. Он же не такой, да, на самом деле? Это игра. Но эта игра дает стопроцентный результат воспитания. Вот если вы играете с мужем в разумного человека, то есть вы говорите, да ты у меня вообще просто, просто суперразумный мужчина. Допустим, вы ему раньше никогда так не говорили. Всегда ему говорят, ты у меня дурак. И после лекции пришли и говорите, ты у меня суперразумный мужчина, допустим. Понятно, что он вам не поверит. Скажет, что это очередная шутка? Он скажет, нет. Я поменяла свои взгляды. И он начнет смеяться. Ему смешно станет. Не поверить в это все равно, но ситуация сильно разрядится, понимаете? А потом через год, когда вы ему так будете говорить много-много раз, он начнет таким становиться уже. Потому что если вы в любви, в эту игру внесли какое-то правило, то дальше любовь это правило создает. Ну, допустим, жене муж говорит, ты у меня очень... Ну, допустим... Ну, допустим, вот игра, допустим, у меня жена, допустим, обиделась такая и пошла. Обиделась, пошла обиженная. Я подбегаю к ней такой, не пускаю ее, говорю. Что такое, что такое? Хотя я знаю, что такое. Она обиделась и пошла. Что-то тут непонятно. Я говорю, что такое, что такое, не пускаю ее. И за ручку чуть-чуть тяну. И она такая, ну, что такое? Ну, что такое? Непонятно, что такое. Я говорю, ой, непонятно, непонятно. И все, и у нее обида проходит сразу. Потому что я включил вот эту игру, как бы, и не даю ей уходить. И делаю вид, что я такой дурачок, что не понимает, что она обиделась. Все, в ней проходит обида сразу. Или я ее не пускаю такой. Она говорит, ну, пусти. Я говорю, нет. Ей хочется уйти, потому что она обиделась. Я не пускаю, но делаю это в игре. Ее сразу раз и отпускают. Ну, и может, даже и не отпускают. Она все равно прорвалась и пошла. Но ей все равно легче стало. Потому что с ней ведут себя по-доброму. Понимаете, игра в семейной жизни, это означает доброта всегда. Это не означает глупость какая-то. Вы говорите, Олег Геннадьевич, вы хотите наши отношения глупыми сделать? Нет. Если вы хотите серьезно поговорить с близким человеком, запомните, вот в этой атмосфере игры серьезно поговорить гораздо проще. Потому что, когда человек чувствует, что опасности нет, с ним вот так себя ведут мягко, он раскрывается и может честно сказать какие-то слова. Легко. Но когда вот все слишком накаленно, все слишком серьезно, ты меня любишь или нет, скажи честно. И так далее. То есть, если не любишь, давай расходиться. Я сожалею, что вообще с тобой встретилась в жизни. Вот честно тебе скажу, сожалею. И самое главное, чтобы доказать ему, чтобы серьезным стал и понял, что я правда сожалею. Когда он поймет, вы потом пожалеете. Даже если вы уже сожалеете, что с ним встретились, продолжать свою игру. Потому что есть вероятность, что до него дойдет что-то в этот момент. И даже если вы уже расстались, и он вам звонит, как бы у меня другая, как у тебя дела? Надо ему сказать, хорошо. С улыбочкой. Хорошо, мой дорогой. Какой же я дорогой? Я же тебя бросил. Да ничего ты не бросил. Все нормально будет. И что, он сможет уйти от такой женщины? Да шансов никаких нет. Потому что если та не сможет так же себя вести, то до свидания. У меня в жизни была одна ситуация. Одна девушка попала в сложнейшую ситуацию в жизни вообще. Ее муж, он нашел другую, но бросать ее не хотел. И предложил ей жить. Ну, как бы, типа, у нее будет две жены. И она сразу ко мне за помощью, как бы, обратилась и спросила, что делать в этой ситуации. Я ей рассказал, если ты хочешь победить судьбу, то надо соглашаться. Она говорит, это невыносимо. Он с ней сексом там будет заниматься. Я говорю, да он так с ней занимается. Какая разница? Он при мне будет заниматься. Да, я согласен. Говорю, но ты хочешь что? Хочешь спасти семью? Играй в любовь к ним двоим. И она начала это делать. Да, и там это все происходило. И через неделю эта девочка, которая попала в эту семью, она просто на стенку полезла. Потому что, ну, понятно, что любви же никакой нет между ними. Они воюют за одного человека, одного мужчину. Они враги, по факту. Ну, а та с ней дружила. Ля-тру-ля-ля, да ты моя хорошая, обнимает ее. И та тоже старается. Типа, она по своему желанию в семью вошла. Типа, сейчас будем все вместе дружить, любить друг друга. И потом оказалось, что это все просто сказка. И так как та в своей семье находится, в своем доме, а эта пришла же в чужой дом, ей там очень неловко. И она начала там истерики катать. А эта ее успокаивает. Говорит, а ты чего? Давай, как бы, все нормально. Мы живем дальше. И все это закончилось. Это мыльный пузырь лопнул немедленно. Понимаете? Видите, я вам объяснил крайне сложный случай. Вытерпеть это нереально просто для многих людей. Но я просто вам крайний случай привожу, для того, чтобы вы понимали, что даже такие ситуации разрешаются, если ты выбрал правильный способ отношений. Поэтому выбор способа отношений является ключевым моментом жизни семьи. Пытайтесь это понять. Ключевым моментом жизни семьи. И если вы поймете, что семейные отношения – это игра, это не что-то серьезное, тогда они станут очень серьезными и надежными. Потому что во что мы играем? Мы играем в то, чего мы хотим достичь. Мы не играем просто… Не то, что обманываю. Я, допустим, жену не люблю и нашел любовницу. Я такой говорю, да, я тебя люблю. Это уже лицемерие. Это не игра. Не то, что Олег Геннадьевич сказал, надо играться и обманывать. Нет. Я не говорил про это. Человек должен быть честен в отношениях с близкими людьми. Я, когда разговариваю с женой, допустим, я должен говорить о том, к чему я стремлюсь. И говорить это очень мягко и аккуратно. А не о том, что я хочу ее обмануть в чем-то. Понимаете? Обмана нет в том, что я говорил, что я прошу прощения у тебя. Я виноват. В этом нет обмана. Потому что я, ну, как бы неправильно себя вел, я в этом виноват. Понимаете? То есть обмана нет, когда ты стремишься к отношениям, когда стремишься к чистоте, к любви, к тому, чтобы... Вот, допустим, я говорю, я понимаю твою правду и чувствую, что я виноват. В это время, вот послушайте меня, в это время я вообще не понимаю ее правды и вообще не чувствую, что я виноват. Вот не на один грамм. Но я знаю, зачем я это делаю. Когда я так делаю, она начинает говорить свою правду в это время. И так как я сказал, что я ее понимаю и считаю себя виноватым, я в этот момент осознаю ее правду и начинаю понимать, что я виноват в чем-то. Но при этом не доказываю ей свою. И вообще в этом нет никакой необходимости. Если ей нужно будет, она сама ее поймет со временем. Потому что любовь выше правды в отношениях стоит. Если вы считаете правду выше, то вы потеряете близкого человека. Я уже говорил, на принцип пошли и разрушают семью. Любовь стоит выше правды, потому что мы все равно этот мир не постижим. Мы не сможем, мужчина никогда до конца правду женщины понять не сможет в отношениях. Это просто невозможно. А женщина никогда не сможет понять правду мужчину до конца в отношениях. Это невозможно. И поэтому просто соглашайтесь с тем, что вы не знаете. Соглашайтесь с этим, и тогда будет любовь. Какие детали? Какие детали? Допустим, детали таковы, что, допустим, всегда через родителей близкого человека идет опасность жизни. И поэтому их надо стараться любить лучше, чем своих родителей. Это супер аскеза. Но этого того стоит. Если ты, допустим, относишься к свекрови, допустим, женщина относится к свекрови, как к своей матери. Это дает колоссальные плоды со временем. Она никогда своего сына не позволит, она будет видеть, что сын уходит в сторону. От матери ничего не скроешь. И она его будет назад возвращать, потому что она нашла любимого человека в лице его жены. Понимаете? Это единственное, что нужно сделать. Женщины должны понять принцип отношения со свекровью. В чем принцип заключается? Принцип поняли, все нормально. Принцип такой. Мама всегда права, я всегда не права. И спокойно делайте, как вы делаете вообще, не паритесь. Допустим, мама говорит, ты смотри, дочка, вот так вот себя веди с сыном. Она скажет, мамочка, все, буду стараться. И потом, раз, вы сделали все, как сделали, как сами. Ну, потому что вы как бы не можете, человек не может делать то, чего он не понимает. Семья – это зона вашей ответственности. Допустим, вы сами знаете, как вам строить отношения с мужем. И его мама говорит, строй со своим сыном, вот так отношения. Вы говорите, мамочка, буду стараться, спасибо тебе, что ты сказала, все, так и буду, все, целую тебя. И вы не чувствуете, что, во-первых, что она мамочка вам. Вообще не чувствуете, что мамочка, никакая она не мамочка. Она меня не понимает, не любит, она любит только своего сына. Вот, второе. Вы точно никогда не будете так делать, как она сказала. Потому что это вообще просто жесть. И вы говорите, мамочка, целую, люблю. Вы ее точно не любите. Ведь один обман сплошной. Но какой результат этого обмана? Так как у вас мотивы правильные, вы хотите полюбить ее, хотите сохранить отношения. Представьте, какой будет результат. В следующий раз вы приходите, доченька, я узнала, что ты все сделала не так. Посмотрит на нее. Мамочка, да, это так, это правда. Я сделала все не так. Я раскаиваюсь. Вот. Но знаете, мамочка, если честно, я такая дура. Я вот так и не поняла, как правильно делать, как вы говорите. Мне так сильно хочется делать не так. Научите меня правильно делать, пожалуйста. И прямо вот за ножки ее обняли. Мамочка, прости. И она скажет, ну раз ты дурочка, ничего страшного. Узнаешь, научишься потом со временем. И улыбаться начнет. И для нее вот это то, что она спросила, она будет на десятом месте, а главное, любовь. Вот она говорит, так себя вести с моим сыном. Потом думает, да, пусть ведет себя как хочет. Она хороший человек. Теперь у меня вопрос. Поднимите руку, кто из вас со свекровью так себя вел и получил такой результат. Все. Железно работает. А кто из вас вел себя не так, а бунтовал и получил противоположный результат? То же самое. Поэтому будьте осторожны. С тещей тоже. Вот. То же самое. Ну, теща, вот почему вот это, почему, вот знаете, 20% разводов происходит из-за эффекта растаскивания. Как это происходит? Вот есть мама с папой, да? Они родные. Мама с папой как воспринимают нашу семью? Они воспринимают с опаской. А вдруг мой ребенок там не получит счастья? Почему с опаской? Потому что, допустим, когда мама смотрит на дочь, на жену своего сына, она видит в ней свою судьбу. А так как это и есть судьба, ее судьба, потому там есть опасности и разочарования. Допустим, или, допустим, понимаете, ее бросил похожий человек на нее. И она говорит, с этой девчонкой жить нельзя. Вообще не живи ни в коем случае. Это опасно. Потому что она вот с похожим человеком связалась, ее бросил этот человек. У нее остался осадочек. Но эта девочка, она как бы не виновата, понимаете? Просто она похожа, так как судьба похожая у мамы и у сына. Понимаете? Получается тот же самый эффект. Вот нашелся такой же человек. И дальше что будет? Наверное, то же самое, что и со мной. Поэтому ты с этой не связывайся вообще. Не нужно с ней. И мама вот так говорит, свекровь так говорит, представляете моему мужу. То есть я узнала, как она вообще относится ко мне. Дальше какая реакция? Да точно такая же. Мамочка, я тебя люблю. Как будто ничего не говорила. И она будет реагировать на вас в соответствии с вашей реакцией. Да, доченька, я тебя тоже люблю. Молодец. А сама там козни строит. Потому что страх пока преобладает. Потом прошло время, она бац, понимает, что она другой человек, не такой, как тот, который меня бросил. И успокаивается. А потом начинает вас любить. А потом не только любить, еще защищать. И говорит, попробуй ее брось. Я тебя прибью. Сыну. То же самое с тещей. То же самое. Она как бы боится за свою дочь. Она видит вот в этом мужчине опасность. Тоже боится. И как бы... А ты как бы ведешь себя как ребенок по отношению к ней. Как мама там. Вот. И прибежище у ней ищешь. И все. И она защищает тебя. Если так ты будешь вести себя, то она сохраняет. Ну, родители тогда не растаскивают, укреплять семью начинают. Понимаете? Но надо знать, что тебе придется через стену шагать. Вот когда ты... Ну, бывает хорошая карма с родителями, близких, допустим, у людей. А бывает плохая. И ты когда, ну, начинаешь вот говорить, как ты хочешь, какие отношения, так вести себя с родителями своего близкого человека, играть в эти отношения, как ты хочешь. Понимаете? Это растапливает с рабозу эту стену. Понимаете? А если ты поддаешься на их отношения, то ты разрушаешь свою семью. Ну, то есть надо смело вот, понимаете, и в этих отношениях надо быть очень смелым. Надо учиться вообще смелости в любых отношениях. Смелости учиться. И вот смелый человек в отношениях, он всегда... А смелость означает игра. Я вчера рассказывал, вам, как я вот сел там, пожилые пара бельгийцы летели из Бельгии в Санкт-Петербург как туристы. И я как бы, я увидел их, сажусь рядом с ними, улыбаюсь сразу. Хотя их не знаю, это же смелый шаг, а вдруг они тебе не будут улыбаться. Ну, допустим, они раз от тебя отворачиваются. Ничего страшного. Сел и как бы продолжаешь играть в любовь. И они расслабятся, потом начинают тебе потихоньку лучше, лучше относиться. И все. Они сразу среагировали на меня. Все, начались отношения. А? Как? Не факт. А европейцы разные бывают. Ну, как бы, но идея в том заключается, что, ну, они начали со мной шутить сразу. Мужчина говорит, что, говорит, понавесил на себя, говорит, этих. Я говорю, а, да, да, говорит, пани, пани, пани. Такой с ним. Вот. Потом рассказал ему, почему я понавесил. Он, ему интересно стало. Ну, то есть, понимаете, если бы я обиделся сразу, типа, что понавесил, ты не понимаешь, Олег Геннадьевич, там, я знаю, как камни действуют. Вот. А я не Олег Геннадьевич, для него просто funny, как бы, person. Все, как бы, это игра, понимаете? Или, допустим, по самолету идешь, всем улыбаешься, такой, все свои, все расслабляют сразу вокруг. Хотя они все не свои, или стюардесса, я замечал. Знаете, она идет такая, это же она не то, что всех прям любит, супер-пупер. Она идет и такая, мои хорошие, такие, мои дорогие, такая идет. И все, весь самолет расслабляется сразу. Она, вот, вот, хорошая стюардесса расслабляет самолет в пять секунд. И все летят, это же страшно лететь, а все летят, и с ней им комфортно, хорошо. И создают атмосферу благоприятную для перелета. Понимаете, это очень важно. вот эти вещи, и пойти все понимать, что такое отношение. Изучайте, что такое отношение. Или, допустим, вы, допустим, на работе, на работе решили поиграть в любовь. то есть, вам говорят, как бы, вот, это котлы, вот все вот эти, если ты вот этот краник вот так повернешь, то будет повыситься давление сильно, газовое давление во всех домах, и, допустим, в каком-то доме газ прорвет, и он просто взорвется целый косяк. и ты такой, да-да-да, все, будет нормально. Он такой, смотрит на тебя, думает, нет, с этим человеком я работать не буду, потому что он точно все взорвет. А не то, что вы как бы несерьезный человек, вы все поняли, просто вы стиль отношений выбрали неправильно. Там надо наоборот стать очень серьезным, такой, будет сделано, все, я все понял, спать не буду, буду смотреть. И тот, о, нормально, стиль правильный выбрал, значит, адекват. Понимаете? Или, допустим, вы со мной общаетесь, говорите, Олег Геннадьевич, как мне правильно жить, вы так или так, вы со мной играетесь, да? Я говорю, я не знаю, как вам правильно жить, вам надо сначала выбрать старшегося, а я вас и выбрала. То есть, вы как со мной должны относиться? Очень серьезно, внутренне, если вы меня спрашиваете о чем-то. А я как должен? А я должен играть с вами. Если я тоже серьезно начинаю, то все разрушаются отношения. Я должен по-доброму, а вы очень серьезно. Понимаете? То же самое отношение, допустим, у вас с младшими точно так же. Понимаете? Вы с ним по-доброму, а они очень серьезно. Но если младший начинает вести себя неправильно, вы его воспитываете, обучаете его, как правильно себя вести. Понимаете? То есть, обучение близких людей надо всегда, должно быть в правильной атмосфере. Если вы рыбку будете кормить на суше, ей не нужна еда на суше, ей нужен воздух. она будет задыхаться. Точно так же в семье, если начались серьезные отношения, семья задыхается. Это не ее среда. Среда семьи это вода. Запомните, это любовь, это энергия воды, где игра идет. Игра. Субтитры создавал DimaTorzok